Продолжение следует... Чтобы начать изготовление партий плиток, в огромные дробилки смешивают 1700 тонн глины и 1800 литров воды. Внутри дробилки крутятся вот такие алюминиевые шарики, разбивая все крупные куски. Все это смешивание и дробление превращает глину в жидкую грязь, которая имеет цвет и консистенцию какао. Для высушивания такой грязи до порошкового состояния необходимого для изготовления плиток ее перекачивают в сушилку со спреем. Там огромный вентилятор обдувает ее потоком горячего воздуха. Тепло вытягивает большую часть воды из грязи, оставляя только мелкоразмолотый порошок, из которого прессуют плитки. Работа выполняется мощным гидравлическим прессом весом 23 тонны. Там порошок просеивается и ссыпается в формы, из которых плитки выходят лицевой стороной вниз. Затем пресс опускается на задние стороны плиток, чтобы придать им форму. После выхода из пресса на обратной стороне плиток остается рельефный сетчатый рисунок. Он удерживает жидкий раствор и помогает плиткам прилипать к стенке. Без него они могли бы отвалиться от стены. Содержание влаги в порошке очень низкое, поэтому плитки высыхают всего за 20 минут по сравнению с полутора часами для плиток, изготовленных из влажной глины. Когда плитки покидают пресс, вращающаяся платформа переворачивает их, и они оказываются блестящей поверхностью кверху. Благодаря этому буфер сможет очистить и убрать с них все ненужные частицы, и они становятся идеально ровными для нанесения глазури. Затем плитки проходят под нескончаемым потоком глазури, чтобы обеспечить полное покрытие. Глазурь делают из похожей на кварц смеси – кремний зёма, который плавится, когда плитку ставят на блестящую, как стекло, поверхность. Но глазурь предназначена не только для получения красивого внешнего вида. Она также предохраняет плитку от царапин и пятен. Для воспроизведения текстуры на плитку накладывается ещё один оттенок глазури поверх первого. Валики наносят дополнительный тон в произвольном стиле, который полностью не проявится до обжига плиток. Но вместе оба оттенка придают ей текстурированный вид. Поверхность при этом остаётся гладкой, и её легко чистить. Далее 4400 глазурированных плиток погружают на тележки для обжига в печи. 20 партий или примерно 90 тысяч плиток одновременно направляют в печь. Там интенсивный нагрев при температуре свыше 1000 градусов укрепляет соединение глины и других материалов в плитке, поэтому они выходят оттуда суперпрочными. От этого крем-низём расплавляется в глазури, превращая её в защитную стекловидную поверхность. Эти прочные керамические плитки, подобно своим древним предшественницам, могут прослужить в вашей кухне или ванной до тех пор, пока будет стоять дом. Субтитры подогнал «Симон»!